Эта собака по кличке Красотка была всеобщей любимицей. Ее нашли 10-месячным полудиким щенком. Мария вместе с мужем поймали и приручили запуганное на улице животное. Чтобы собака начала доверять людям, потребовалось много времени и сил. Так, благодаря зоозащитникам, найденыш стал верным другом, готовым прийти в новую семью. Но пристроить собаку в добрые руки было не суждено. Совершенно обычный звонок. Для меня позвонил мужчина, сказал, что ему нужна собака. Конкретно назвал кличку собаки Красотка. Мужчина рассказал Марии душесчипательную историю о том, что его собака умерла от старости. И теперь они с семьей, наконец, готовы взять другую. Зоозащитница сразу предупредила. Правила передачи животных для всех одни. Необходима предварительная встреча, заключение специального договора. А также Мария должна обязательно увидеть, в каких условиях будет жить собака. Со всем этим мужчина согласился. Но попросил, чтобы собаку ему показали как можно скорее. В тот день на месте передержки животных была лишь 13-летняя Христина. Они подъезжают, они спускаются сюда. Сначала был один мужчина, просто мужчина. Он сказал, что его жена сейчас подойдет, она в магазине. Сначала все шло нормально, но затем пара стала просить 13-летнюю Христину отдать им собаку с обещанием заключить договор на следующий день. Девочка уговором не поддалась. Тогда животное решили забрать буквально силой. Затащили в машину и увезли в неизвестном направлении. Сразу обращаться в полицию зоозащитники не стали. Начала им звонить. Дозвонилась через несколько часов. И они мне сказали, подняли трубку, сказали, вы знаете, мы в пути, мы готовы на договор, мы все сделаем, давайте завтра встретимся, приедете, мы тут рядом живем. Но после этого разговора на звонки псевдохозяева уже не отвечали. Мария обратилась за помощью к другим зоозащитникам. Одной из ее подруг на просьбу выкупить собаку в СМС-переписке ответили отказом. Написали, что животное уже подружилось с ребенком. А затем выяснилось, номер телефона мужчины в черном списке у активистов. Оказалось, что животное забрали собакоеды. Чтобы найти живодеров, Мария сразу же наняла детектива. Злоумышленников удалось выследить достаточно быстро. В полицию мы подали заявление правильно оформленное, готовое к уже делопроизводству. Соответственно, со всеми данными человека, который к этому был причастен. А недавно Марии вновь позвонили с того же номера. Девушка признается, говорить с живодером не смогла. Муж разговаривал с ним, я наблюдала, конечно. Человек позвонил и сказал совершенно спокойным голосом. Вы знаете, вы вот написали на меня заявление, меня ищет полиция. Вы хотите, чтобы я вам вернул собаку? Ну, собаки вашей больше нет, я ее съел. Как выяснилось, позже звонил мужчина уже из отделения при следователях. На злоумышленника заведено уголовное дело. Известно, что у него уже была судимость за хранение наркотиков, а в январе этого года его доставляли в отдел полиции. Марию признали пострадавшие, сейчас она надеется, что живодер понесет заслуженное наказание. Только вот любимую собаку им с Христиной уже никто не вернет. Я просто не представляю, как, зачем. У меня даже в первое время просто ничего не хватало сил, то есть я не могла никак ничего сделать. И просто мне было жалко, я вспоминала о ней, мне очень было жалко. Я не представляю, как ее можно было съесть. На связь с Марией и ее помощницей уже выходят и другие, пострадавшие от рук таких же живодеров. Одна из женщин рассказала, что точно так же обманом она тоже лишилась собаки. Он знал, что, на как надо сказать, надавить. Я думаю, что был очень хорошо подготовлен. Я так думаю, он общался со многими зоозащитниками. К сожалению, находятся и те, кто способен обидеть этих добрых и беззащитных животных. Именно поэтому у нас к вам есть просьба. Если вдруг вы владеете какой-либо информацией о живодерах, обратитесь по номеру телефонов, который сейчас видите на экранах. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.